Тут раньше не было речки. После войны сюда отвели речку, она была с той стороны дороги. И в этом году водой вымыло человеческий череп из обрыва. Мы посмотрели приблизительно визуально останки времен Великой Отечественной войны. И мы решили останки поднять с целью перезахоронения. Это могут быть, скажем так, кто угодно, потому что здесь во время десанта высадки с 6 по 25 января 1942 года высадилось на побережье около 3000 десантников. Из немецких данных, источников архивов, что здесь побудло во время боя 800 человек и 740 было взято в плен. Причем пленные были расстреляны именно здесь. Считывали, что это были тысячи бойцов наших, где-то здесь они захоронены. Основные бои шли за дорогу на Аушту и дорога на Солнечную долину, значит, Феодосию. Эти два момента были перекрыты, и остальные бои происходили в этих местах. Как раз в этом месте мы и находимся. Здесь же находились и румынские части, с их стороны тоже было погибших немало, скажем так. И немецкие части тоже немало. Так что здесь могут быть какие угодно останки. Дело в том, что мы не нашли каких-то подтверждающих данных, к какой армии, скажем так, принадлежал этот боец. Но предположительно, вполне возможно, что это из расстрелянных бойцов именно десанта. Если мы бойцов поднимали в районе Солнечной долины, то они погибли именно в ячейке, которую успели выкопать. Это глубина, ну, сантиметров 70, да, по колено, скажем так. Там грунт другой и все остальное. Здесь глубина за лягами получается, ну, почти метр. То есть это надо нормально постараться выкопать. Я так понимаю, что это специально бойца хоронили. Спасибо.